Всем привет! Всем привет, с вами Медовский. Сегодня мы рассмотрим с вами реплей на Ягдтигре. Это Яга, 9 уровня. Давайте табличку сделаем, чтобы посмотреть, что у нас здесь вообще. Вначале наш игрок, так сказать, ездит с тяжами на правую сторону, туда я практически никогда не езжу, но посмотрим, что это за это получится. ВК-шечка едет право-право, Е75, Валера за ним, наш Яга едет тупо волосы назад, тупо летит, ИС-8. Ну и Т-30 поехал налево. Е3 тоже в деф встал, бачат на центр для подсвета, недалеко от С. Вот, смотрим, смотрим, как автор играет, но могу сказать, что мало крутит. Так, ну, перед нами Кранваген. Кранваген перед нами, заряжаем голду и тупо не чувствуем охренеть. Я думал, Кранваген более бронированный на самом-то деле. 4.73 дамага. У нас здесь Кранваген, у нас здесь Е75, у нас здесь ВЗ-шечка. Удавим щукаточки, это, в принципе, правильно. Вот, мы взяли позицию, или Кранваген от нас, в принципе, не прячется. Е75-5 делал движение. Посмотреть есть, то нет. Спешил. Так, он КД, слева у нас объедок, к нам подтягивается гриль, мы это прекрасно видим. Вот, вообще, в прицеле надо, как бы, в прицель практически не играть, да? Так, 704 КД, ну, мы ждем, ждем, стали в прием и ждем, когда противник вышел. Ну, на самом-то деле, если не можете дать дамаг или пробить, то, в принципе, можно было, конечно, фугасом влупить Е75, чтобы хоть какой-то дамаг был. Правильно, чтобы не просто простаивать. Гриль пытается пронаглеть. Вот, если в этот момент у нас 704-й стрелочка помешала, да? Четвертый пытается вылезти. Ага, Е75-5 у нас. Можно было попробовать фугасом, и здесь можно было попробовать фугасом. Да ладно. И у нас минус ИС-8. На этом фланге остается 5 танков, нас 3. Почему они не запушили еще, пока непонятно. Ну, наверное, в принципе, Яга его. Его, наверное, Яга-Глаз. Да, их, наверное, Яга-Глаз все-таки изориентировал. Так, и... Надо было Глазу заряжать, либо все-таки пробовать фугасом влупить. Давить нельзя, нас слишком мало. Три танка, хотя у нас все фуловые. У нас все фуловые. Так, выезжаем влупить. Уезжаем влупить, но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Мы не досвелись. Так, кранваги у нас в КДшечке. Понимаю. Вот, выходим, чтобы влупить. О, и даем поджог. Балдеж. Балдеж, 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 балдеж. Голда по-любому. Нормально. Оттягивайся чуть назад. Нам бы вообще чуть левее переместиться, чтобы встать от пригорочка. Вот что и требовалось доказать. Максимальная скорость снижена. Если не можем пробить, заряжаем фугас и просто лупидорик. Балдеж. Не, все-таки я думал, что кранваген более бронированный. Вот более бронированный, все-таки получается под углом. Можно просто убивать его. Все, теперь нам дождается дождать, когда 704-й сделает выстрел и просто в него вкатить. Потому что пока мы, пока мы КДшимся, пока 704-й КДшится, мы успеваем 2-я дать. Да, здесь в принципе и не надо ничего. Он даже не понимает, что-то. Он у нас в простреле. Все. 704-й КД, но мы долго-долго выкатываемся. Ульк не пробил. Ну, это совки, да, ребята. Это совки, что там говорить. Это совок. Улька, и все, балдеж. Ну, остается 5-4 и Е-75. Это тот бой, когда вы понимаете, что у противников танков больше, но они стоят, ничего не делают, да? Вот реально. В данный момент, если бы противники проиграли более агрессивно, то они бы победили. Ну, что у нас за бой? 4-400 дамага. 4-600, да, дамага. Вот, в принципе, такой позимный поди. Я бы не сказал, что прям какой-то активный. 1800. 3500, Х2, 116 кредитов. Ну, это за мастер, правда, начисляется. За 9-й уровень там что-то просто 80-80 тысяч даю, да? 4-600, 5 фрагов. Балдеж. Балдеж. Так, я хотел посмотреть Е-75, ему слишком часто везло. 51%, нормально. Тем, балдежное настроение, отличных, отличных, так сказать, боев. Вот, отличных боев. Ну, и, конечно, статистов в команде и с той стороны рокобанчиков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok